Очередной рейд по фальшивым лотам на мешке принес значительные результаты. В публичных сообщениях под поддельными лотами я оставил указания на признаки подделки изделий. Продавцы, обычно не имея аргументов для дискуссии, заносят написавшего в черный список и перевоставляют лот, исключая возможность предупредить покупателей о подделке и избавляясь от сообщений, критикующих фальшивки. Через некоторое время под одним из фальшивых лотов магическим образом исчезли мое сообщение о подделке и хамский ответ продавца. А этот лот вместе с подобным были выставлены в теме для подтверждения подлинности на Антик Форум. Самыми активными экспертами Антик Форум оба лота без каких-либо сомнений признаны подлинными. Один из экспертов даже оперативно идентифицировал мастера, выполнившего изделие, как Ицко-Лозинский. Вероятно, после предоставления модератору мешка ссылки на Антик Форум с экспертизой, продавец фальшивок смог убедить в подлинности своих лотов и сообщение о подделке было удалено. Предлагаю внимательно рассмотреть предметы, коллективно признанные экспертами Антик Форума подлинными. Старинная шикарная большая рюмка стопка русское серебро 84 пробы 1883 год. На боковой части рюмки в резьбовой узор установлено клеймо пробирного учреждения города Москва, действующее с 1883 года по 1886. При этом отсутствует обязательное клеймо пробирного мастера. В 1883 году обязанности пробирного мастера выполнял Виктор Савенков. Также отсутствует именник ювелира. Пробирное клеймо и клеймо пробирного мастера ставились рядом с именником ювелира. В нижней части рюмки установлено клеймо 84 и именник мастера ИЛ. При этом отсутствует клеймо пробирного учреждения и снова отсутствует обязательное клеймо пробирного мастера. На рассматриваемом предмете оттиски, подтверждающие государственный контроль качества серебра, выполнены с нарушением правил клеймения ювелирных изделий. Технологические следы производства добавляют скептики к экспертизе. Оттиск свежеизготовленного в этом же году клейма на изделии выглядит размазанным, в отличие от оригинального. Контуры букв, цифр и границ клейма неровные. Верхняя часть рельефного изображения оттиска сливается с контуром клейма. Дно оттиска имеет выпуклые бугры металла, совершенно не характерные для следа от ударного клейма, после которого должна остаться плоская поверхность дна. Кривые буквы и цифры в клеймах обычно торговцы фальшивками обосновывают изношенным клеймом. Однако в этом случае подлинное клеймо в 1883 году было новым. Оттиск клейма довольно глубокий, однако с внутренней стороны рюмки отсутствуют его следы. Этот факт говорит о том, что клеймо выполнено не ударным методом, как обычно по технологии, а каким-то иным способом. Сразу бросается в глаза неравномерная патина в виде мелких точек по всей площади поверхности рюмки. Вероятно, поверхность подлинного предмета, с которого снимали форму, имела точечное мотирование, и в связи с плохим контролем качества производства фальшивок, мотирование на этой рюмке получилось в виде бугров. Внутренняя часть рюмки имеет следы механической обработки по всей поверхности. Таким образом, пытались скрыть следы типичной при производстве гальванокопий ошибки. К подобным дефектам приводит использование некачественного токопроводящего материала. Графитовый порошок, нанесенный на поверхность формы, был с крупинками, вследствие чего образовались бугры, и их пришлось зачищать абразивным инструментом. Явные следы этой доработки остались на внутренней поверхности рюмки. А так как предмет изготовлен из чистого серебра, имеющего высокую вязкость и пластичность, скрыть следы механической обработки последующей полировкой не удалось. В мелких деталях узора на внешней поверхности рюмки можно увидеть следы белой массы, которая, вероятно, является плохо очищенными частицами гальванической формы. На дне ножки рюмки оба клейма имеют одинаковые искажения боковых стенок, вогнутых вовнутрь клейма. Такие изменения обычно происходят при искажении гальванической формы. Исправление дефектов изготовления вокруг клейм также выполнялось абразивным инструментом, следы которого на поверхности чистого серебра скрыть невозможно. Еще один предмет, единогласно признанный подлинным экспертами антикфорум – старинная красивая ложка-ложечка совок для соли русское серебро 84-й пробы эмали. Ложки изготавливают более 200 лет по одной и той же технологии. Их выдавливают прессом, получая при этом полную симметрию изделия. У этой же ложки не только нарушена симметрия, а еще и различные по толщине левая и правая части лопасти ложки. Внутренняя часть лопасти ложки имеет раковины от гальванической формы, которые также пытались безуспешно скрыть механической обработкой. В правой части лопасти остались следы клейма, которые также пытались удалить инструментом. На внешней части поверхности ложки и рукояти присутствует узор в виде скани. Так как следы пайки узоров из скани отсутствуют, следовательно узоры выполнены по иной технологии. Внутри щелей по всей поверхности ложки остатки белой массы, которая является так же, как и на рюмке, плохо удаленными частями гальванической формы. Напомню, что горячая эмаль – это стекловидный порошок однородного цвета во всем объеме и при отслаивании частиц цвет не изменяется. В узорах на ложке залита дешевая эпоксидная смола светло-коричневого цвета, покрытая сверху отслаивающейся краской. Мастер, наносивший эпоксидку, был неаккуратен. Он оставил капли клея и зафиксировал след белой массы от гальванической формы в углу узора. Размазанная фальшивая проба на ложке ввиду плохого качества фотографии не подлежит обсуждению, а учитывая вышеизложенное, в этом нет необходимости. Указанные признаки подделки на этих двух предметах позволяют поставить под сомнение краткие и уверенные заключения экспертов антикфорума о подлинности рюмки и ложки. Для вас, уважаемые любители предметно-материальной истории, суть ребуса в том, чтобы на основании изложенного и представленных фотографий отнести эти лоты либо в категорию фальшивок, либо в категорию антиквариата. Ответы прошу написать под лотом на мешке для извещения модератора площадки. Ссылку оставлю в описании. Сам пригласить продавца лотов и экспертов антикфорума не имею возможности, так как заблокирован. Прошу вас подойти к решению этого ребуса максимально объективно. Проблема фальшивого антиквариата накапливалась годами и сейчас объем фальшивок вышел за пределы разумного. И только заинтересованное сообщество и публичное освещение способны решить эту проблему. Я Виткалов Алексей Владимирович, антиквар-любитель. Не имею профильного образования в части искусствоведения и музейной деятельности. Мой опыт более 40 лет оборота антиквариата и из них более 20 руководителям антикварного магазина. Мой номер телефона не изменяется 25 лет и находится в публичном доступе. Я не продавал и не планирую продавать антикварят на мешке и других площадках для продажи товаров, бывших в употреблении. Мои оппоненты продавцы мешка с высокими рейтингами на торговой площадке и эксперты антикфорум с высокими рейтингами внутри форума, которые скрываясь за никами и аватарками, заполняют рынок фальшивками. Обращаюсь к фуфлориатчикам. Посеянная вами скверно в виде оскорблений и угроз вынудила меня принять решение об отстранении Валерия Петровича от съемок в роликах про фальшивки, чтобы не расстраивать заслуженного ювелира, уважаемого обществом профессионала преклонного возраста. Все имеющиеся у вас вопросы задавайте мне лично, предварительно обдумав свой монолог, дабы не уподобляться своим коллегам с манерами приматов, насмотревшихся криминальных сериалов. Прежде чем обсуждать репутацию мою и Петровича, начните обсуждение со своего бэкграунда и оценки авторитета экспертов, подтверждающих подлинность откровенных фальшивок. Кто я и почему считаю, что имею право высказывать публично свое мнение в области антиквариата, изложил выше. Желающим продемонстрировать мне свою силу и мощь предлагаю сразу регистрироваться на конкурс мужской красоты либо кроссфита. Я не являюсь ценителем в этих областях. Аргументы в защиту подлинности упомянутых предметов принимаю в комментариях под роликом и в теме антикфорум по атрибуции этих предметов. Ссылка в описании.